Приветствую вас друзья! Вы на канале Пульс Земли. События и катаклизмы за 30 марта. Поехали! Пожары и оползень в Китае. В результате крупномасштабного лесного пожара на юго-западе Китая в провинции Сичуань в ходе тушения пожара погибли 18 пожарных и один сотрудник лесной службы. Пожар произошел в городе Сичань в провинции Сичуань с населением около 700 тысяч человек. На тушение пожара было отправлено более 140 пожарных машин, 4 вертолета и почти 900 пожарных. В городском уезде Дали в тушении были задействованы около 1700 человек. Им удалось взять возгорание под контроль. Еще один пожар был потушен в городском округе Сичуань. По меньшей мере, один человек погиб и еще 128 человек получили ранения после того, как пассажирский поэт сошел с рельсов провинции Хунань в центральной части Китая. Авария произошла из-за схода оползня, вызванного продолжительными проливными дождями. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще 123 человека получили легкие ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В результате наводнений в западной части Кении сотни людей были эвакуированы. Один человек погиб. По данным Красного Креста Кении продолжаются проливные дожди в западной части. Затронуто более 20 деревень. Повреждены дома, затоплены дороги. Один из наиболее пострадавших является округ Бусиа в западной провинции, где были эвакуированы около 500 семей. На Москву, где еще накануне температура воздуха поднималась до рекордных 17,4 градусов Цельсия, а на кустарниках появились листья, обрушился снегопад. Образовался снежный покров, местами метель, сильный ветер и гололедица. Порывы ветра 12-17 метров за секунду. Лесной пожар в Таиланде Чангмай задыхается от пожаров на севере Таиланда. Загрязнение воздуха на севере страны остается на критическом уровне во многих районах. Норма считается уровень 25 единиц на литр, по факту сейчас 50. Известно почти 400 активных очагов возгорания, и не только в Чангмай. Тушение пожаров усугубляется сильными порывами ветра, засухой, а также поджогами. Все это очень сильно сказывается на агробизнесе Таиланда и потерях урожая. Италия. Сильный шторм, наводнение, оползни. Поздним вечером в Вибанезе случился локальный, но очень сильный шторм, особенно в районе Майората и Пиццо. Большое количество осадков до 80 мм пролилось на территорию, вызывая внезапные оползни. Настоящий шторм грязи и мусора с холма валился вниз по течению, а также вторгся на завод Пиппо-Калипо. Толщина загрязнения составила 60 см грязи и мусора. К счастью, на данный момент травм не зарегистрировано. Наводнение Валагос, муниципалитет Бразилии. В Сан-Тано-Ду-Ипанемо десятки жителей остались без крова из-за проливных дождей, после того, как ручей Камаксинга переполнился и обрушился на регион. По данным пожарной охраны, вода и грязь сносили дома на своем пути. Около 40 человек остались без крова и были доставлены в церковь Сан-Крестованно. Сложно учесть общее число количества людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. По прогнозам, в ближайшие дни ливни продолжат и дальше изливаться на данный регион. Проливные дожди вызывают наводнения в испанском регионе Мурсия. Обильные осадки, которые охватили регион, не являются обычным явлением весной. Сильный дождь сопровождался градом. По меркам экспертов, выпало до 118 мм осадков. Судя по кадрам очевидцев, так в принципе и не скажешь. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал Пульс Земли, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить последние выпуски. Спасибо за внимание и до завтра.